Дмитрий Галкин Дмитрий Галкин Дмитрий Галкин Дмитрий Галкин Но Макрон, так сказать, сам Бог велел приезжать, потому что Макрон претендует на ту нишу, которую раньше занимала Меркель, то есть такого посредника между Западом и Путиным, человеком, который общается доверительно с Путиным и потом рассказывает, что это западным лидерам, отчего что-то хочет этот человек. То есть я считаю, что здесь вот как раз никаких глубоких политических выводов рассматривать это как внешнеполитический успех России это не стоит. Но сам чемпионат, надо сказать, он является внешнеполитическим успехом России, правда, это было достаточно давно и у других обстоятельств, и, конечно, это помогает российской власти изменить информационное освещение собственных действий и какой-то, так сказать, сформировать новый облик. Ну, правда, действие при этом представителя российского политического руководства достаточно своеобразно. Вы знаете про историю про Кадырова и Салаха? Ну, нет, конечно, расскажите, не знаю. Да, да, это Рафзан Ахмад Хажевич очень хотелось сняться с Салахом, знаете, так сказать, лидер египетской сборной. Сборная Египта, она, видно, специально была и поселит в розыск, ему было, так сказать, подручнее. И поскольку у него вывихнуто плечо, и он не тренируется вместе с командой, и не пришел на тренировку, как была на стадионе, то Рафзан Ахмад Хажевич сам приехал к нему в гостиницу, достал его из гостиницы, привез на стадион и там с ним снимался. Причем, ты скажешь, сам футболист плохо понимал, что происходит, кто-то, кто-то, ну, как вижливо, человек снимался. Но и это, конечно, произвело, скорее, обратный эффект. То есть понятно, что Кадырова эти фотографии не сильно много дали, хотя, наверное, он на них сильно рассчитывал. А почему он на них рассчитывал сильно, Дмитрий? Ну, потому что ему важно выглядеть не просто как какой-то там тиран, деспот, который управляет Чечнёй под правительством Путина, а ему надо выглядеть еще как человек такой привлекательный для, вот то, что называется, исламской улицы, для большинства простых мусульман мира, что человек, который забыть о собственном народе, простой, доступный, так сказать, футболистами дружит. Но здесь, так сказать, это настолько, как я понимаю, настолько была жесткая реакция социальных медиа на подобную фотосессию, что стало, мне кажется, что мало что он от неё получил в информационном смысле для решения тех задач, которые он ставит перед собой в своей внешней деятельности. Потому что понятно, что во внутренней деятельности у него и там всё хорошо, и в этом не с кем-то надо сниматься, это наоборот, с ним надо фотографироваться. Дмитрий, скажите, пожалуйста, а вот что касается власти российской, чемпионат мира поможет как-то им, Путину, его окружению каким-то образом прокладывать мостики к лидерам разных стран, в том числе и европейских? Ну, понимаете, дело в том, что, а для чего мостики? Вот если бы у Путина и его окружения было какое-то ясное понимание того, что они хотят получить, я думаю, что и с мостиками было бы получше. Но просто же, например, украинская проблема, она же не из-за того, что европейцы неплохо слушают Владимира Владимировича. Это из-за того, что сам Владимир Владимирович плохо понимает, а что же он хотел бы получить в конце концов. Потому что первоначальные цели, которые ставились в начале, это получить такой постоянный инструмент, гарантирующий от вступления Украины в НАТО и вообще-то каких-то неблагожелательных по отношению к России внешнеполитических ходов, потому что есть вот эти вот интегрированные в Украину на правах конфедерации или конфедерации территории, которые обладают либо правом ВЕНТО, либо вообще возможностью возобновления силового конфликта. Теперь понятно, что ничего этого не будет, что если эти территории интегрируются в Украину, имеется в виду территории, которые на Донбассе существуют, то они не получают возможности никак влиять особенно на украинское пространство, потому что не точно, что им не оставят ни собственных вооруженных сил, как хотелось России вначале, и точно, что у них не будет никакого, так сказать, экстраординарного политического какого-то инструмента, способа права блокировать политические шаги украинской власти. То есть я думаю, что это понятно, что этого нет. А что есть тогда? А чего хочется тогда, в принципе? И на этот вопрос им очень сложно ответить, потому что они же не могут признать, что цель не достигнута, и надо теперь возвращаться, и теперь заново строятся отношения с украинским руководством, уже, в общем-то, из гораздо более тяжелой позиции. А потом вот реакция России на Крымскую. Мы видели недавно в интервью Путина австрийскому телеканалу, что он вообще не хочет разговаривать. А как тогда? Ну, надо же хотя бы что-то предложить сказать. Ну да, мы были вынуждены, мы совершили этот шаг, но мы готовы рассмотреть, компенсировать Украину, или как-то еще, или совместно управлять, или что-то. Ну, хоть как-то, так сказать, запустить какой-то процесс дискуссии. Но здесь же, вот опять-таки, надо понимать, что для Путина внешняя политика — это продолжение внутрь. И ему важно, чтобы у него сохранялся вот этот внутрополитический облик человека, который никогда не отступает. То есть, он что-то раз решил, он этого добьется. То есть, понятно, что в внутренней политике дело обстоит примерно так же, как и во внешней. Но здесь вот этот пропагандистский облик, он имеет огромное значение с точки зрения устойчивости режима, с точки зрения его возможности манипулировать массовым мнением. И поэтому ему сдавать он не может ничего, а не сдавать не получается. То есть, здесь протаптыва, не протаптыва. Другое дело, что по Сирии там какая-то, есть более живопая ситуация. Но опять-таки, я думаю, что по Сирии путь лежит через разрыв взаимодействия с Ираном к сердцам западных лидеров, а не через футбольные победы и футбольные игры. Так что я думаю, что нет, это скорее нужен как именно пропагандистский инструмент. Я думаю, что, ну, как бы то ни было, при всей своей беспомощности пропагандистской, при своей неумении вести, заниматься пропагандой в условиях неблагоприятных, все-таки российская власть с ним воспользуется. И действительно, Россия представляет страной, не только, так сказать, воюющей с соседями, отнимающей территорией, или там кого-то там подавляющей, а представляет страну, которая вот принимает чемпионат, я уверен, что все будет более-менее хорошо, никаких инцидентов не будет. Болельщик, из которых, кстати говоря, приехал примерно в два раза меньше, чем ожидалось. Ага, болельщик, как все-таки мало приехал. Да, ну, вот, если помните, на украинское евро, по-моему, они рассчитывали на 800, а приехало 450 тысяч. Это был чемпионат Европы, поделенный с Польшей. А на чемпионат мира, который Россия проводит в одиночку, приехало 500 тысяч. В расчете где-то 1 миллион 100. Ну да, это действительно. То есть, ну, я думаю, что те, кто приедет, они будут довольны, а что, так сказать, это сейчас по соотношению цен и Россия достаточно благоприятная страна для западных туристов. Ну и погода хорошая, города, в общем, я неплохо представляю, что там они сумели сделать в Саранске. Но, с другой стороны, я думаю, что в Саранске не так много народа увидят, а Москва и Петербург в хорошем состоянии, в Нижний Новгород, Самара. Ну, в общем, так сказать, все равно же они из предела центра выходить не будут. Так что, я думаю, что все это произвело благоприятное впечатление. И вот, и главное, что меняется место России в новостях. То есть на первом месте будут стоять никакие там действия в Донбассе или переговоры относительно прекращения огня, будут стать результаты футбольных матчей. Ну, Дмитрий, а теперь вот сразу переметнемся чуть дальше и отправимся, конечно, в Северную Корею, вернее, в Сингапур, потому что там же главное событие... Там главный победитель, да. Там был главный победитель. Вы имеете в виду сейчас... Кто победитель-то? Я имею в виду Кима. Я имею в виду Кима. Ну ладно, Ким победитель? Я считаю, что то, что сделал... Вот как-то над ним было принято смеяться, он действительно все-таки производит несколько комическое впечатление своим этим, так сказать, сочетанием такого френч-полувоенного образца и некой, прямо скажем, полноты. Но, как оказалось, человек с огромными способностями дипломатическими и внешнеполитическими. Где вы это все рассмотрели, Дмитрий? Как вы это увидели, расскажите. Ну, потому что, понимаете, очень много народу хотело, чтобы они были посредниками. То есть на роль посредников между Кимом и Трампом претендовали как минимум Россия и Китай. А еще, может быть, и какие-то еще другие люди, которых мы не знаем. Он все решил сам. То есть все посредники... Ну, и, так сказать, Южная Корея тоже давала в качестве посредника. Все были выброшены. То есть он решил сам напрямую. Все получилось сам напрямую. По строку, я понимаю, с Трампом такие неплохие отношения личные, которые позволяют ему рассчитывать на то, что все его, так сказать, шаги в области разоружения, в том числе символические и демонстративные, будут сопровождаться какими-то экономическими выгодами. И, в общем, вот в это очень... Кстати говоря, им повезло с периодом, потому что как раз Трамп попал, так сказать, в непроприятные обстоятельства. Все его ругают, никто его не любит, а тут вот как раз он попал в Сингаполь в комфортную атмосферу. Такого, так сказать, прям демонстративного уважения со стороны Кима. Я думаю, что все было рассчитано очень хорошо. И результат для Северной Кореи просто потрясающий, потому что все выброшены. Все выброшены. И главное, Трамп пошел на соглашение с КНДР за счет своего партнера, то есть за счет многолетнего стратегического партнера США и Южной Кореи. Потому что Трамп же пообещал, что не будет проводиться больше учения. Да, вот отказался от учений, да. Да, причем, так сказать, Трамп же сказал, что это просто бесполезная трата денег, эти учения. Ну, такой человек. Южная Корея не была даже поставлена в известность. Вопрос будет вообще обсуждаться. А для Южной Кореи эти учения имеют огромное значение. Не только практическое, потому что они взаимодействуют с американскими вооруженными силами и вообще, так сказать, тренируют собственные вооруженные силы. А еще и потому что они демонстрируют, в том числе и Китаю, и Японии, свое непосредственное участие в обеспечении безопасности, стабильности в регионе. То есть такое партнерство, партнерство со штатами, правильно я понимаю? Да, да, это же партнерство со штатами такого вооруженного. Понятно, что, так сказать, это теперь сама... Потому что теперь, когда этого нет, точнее, если этого не будет, то роль Южной Кореи в регионе, она становится намного слабее. А чья роль тогда становится в этом регионе сильнее? Ну, я думаю, что у Японии есть шанс, путем, так сказать, переговоров с Южной Кореей и как объединения. Но для этого Японии надо сперва поменять конституцию. То есть шансов у нее есть, конституции пока нет и не удастся ли. Непонятно, как население к этому отнесется, потому что мы видим, что есть два примерно равных популярности мнения. одно в пользу изменений конституции, а другое против того, чтобы Япония имела какие-то вооруженные силы, уж тем более применяла их, учила их за пределами японской территории. То есть получается, что, так сказать, все, так сказать, козыри сейчас на руках у Китая. Потому что Китай, конечно, в этой ситуации, когда Южная Корея чувствует себя достаточно, я думаю, сейчас не уверенна после вот такого поведения своего ближайшего союзника, но, в общем, с другой стороны, ничего от этого человека ждать не приходится. Это, конечно, Китай может сейчас, что-то, так сказать, это выгодно предложить и как-то решить свои проблемы с Южной Кореей. Но и вообще у Китая, конечно, получается сейчас огромный, благодаря Трампу, перед Китаем открываются огромные перспективы и на Дальнем Востоке, и в Европе. То есть у Китая сейчас есть возможность выйти и вот как раз протоптать вот эту дорожку европейским лидерам. Так вот, Дмитрий, так парадокс в том, что, ну, по сути-то, Китай и Штаты, они же конкуренты. Ну да, так Трамп уступает площадку конкурентам. А мы же, мы, ну, а что, а где, так сказать, они уступают? Это хорошо, так сказать, что есть единая европейская позиция относительно России. А вот если представить бы, например, что в 2014 году Кремль не присоединил бы к России Крым, а объявил бы его независимым по образцу Южной Осетии и Абхазии. То есть здесь сам факт аннексии, да, он заставляет, он заставляет Европу, здесь, конечно, это, так сказать, это вот такое стечение обстоятельств просто. Сам факт аннексии заставляет Европу противиться восстановлению партнерских отношений с Россией. Если бы аннексии не было, то я думаю, что и перед Россией бы сейчас открывались бы совершенно другие перспективы в отношении с Европой. Потому что Трамп, отказываясь от расходов, направленных на поддержание вот этих вот старых стратегических союзнических связей, он ставит США в совершенно новую ситуацию, когда США должны отказываться от связи со своими стратегическими союзниками в пользу какой-то новой ситуативной игры. Но посмотрим, что это даст. Пока мы, так сказать, видим, что это ничего особенно США не дало, кроме того, что резко испортились отношения с Европой, и вот теперь, так сказать, фактически преданной оказалась Южная Корея. Ну, конечно, но опять-таки, Трамп ориентирует на внутрополитическую ситуацию человека. Вот я думаю, что соглашение с Кимом ему дает столько, сколько, так сказать, это для внутреннеполитических, для его внутрополитической популярности дает ему столько, сколько никакая Европа не могла бы дать. То есть правильно я понимаю, что Трамп выигрывает в этом переговорах с Северной Кореей только во внутренней политике? Вот и проигрывает во внутренней? Я думаю, что его только внутренняя политика его и интересует настоящему. И там ты замечаешь, что у него все эти это неплохо. Дела там стоят. То есть переизбрание Трампа, вот вы знаете, когда, так сказать, это в 16-м году, сразу после победы, или в 17-м году в начале, переизбрание Трампа на следующий срок казалось, ну, что это вообще, так сказать, дело, уж совершенно невозможно. Ну, об импичменте говорили, да. Об импичменте говорили? Конечно, да. А теперь, так сказать, а теперь-то наоборот кажется, что, а кто у него выиграет-то? У республиканцев нет никого. И электорат республиканский, это он в значительной степени, в значительной степени стал трамповским электоратом. У демократов нет никого, кто бы мог консолидировать демократические электораты. То есть пока наоборот все смотрится хорошо. То есть, и вот эта вот проблема, которая казалась бы, будет неразрешимой, что руководство республиканцев будет блокировать и сопротивляться Трампу, она разрешилась сама собой, потому что оказалось, что без Трампа сложно переизбраться в конгресс. И поэтому уж наиболее жесткие противники Трампа пришли вовсе не переизбираться. А те, кто переизбирается, они так или иначе нужно ориентироваться на Трамп. Потому что, говорю, что ему-ка удалось завоевать вот республиканский электорат. Причем, так сказать, привести его дополнить за счет тех людей, которые голосовали за демократов, потому что вот многие белые люди без высшего образования, которые голосовали за демократов, они теперь являются сторонниками Трампа одними из самых, особенно на Среднем Западе, который был демократический, а теперь, так сказать, про-трамповский. Это чувствуется. То есть во внутренней политике все то, что ему можно поставить вину во внешней политике, и испорченные отношения с Канадой, и испорченные отношения с Европой, и угроза торговой войны с Китаем, все ему идет на пользу. И уж тем более соглашение со Северной Кореей. Дмитрий, ну и, конечно, раз уж вы начали говорить о Трампе, Европе, Канаде, как тут не вспомнить встречу большой семерки, которая просто произвела какой-то, я не знаю, взрыв какой-то, потому что, во-первых, две новости. Первое, что Трамп предложил вернуть Россию, сделать все-таки большую восьмерку. Это первое неожиданное, против чего восстала, собственно говоря, Германия и страны Европы. Это первая неожиданность. А второе, что Трамп просто отказался подписывать коммунике, которое было в конце, и сказал, вот не буду, и все дела. И, конечно, это впервые в истории большой семерки, и даже, наверное, большой восьмерки. Никогда такого не случалось. И заявление это и Макрона, и Меркель, и премьер-министр Канады тоже выглядят, я вам хочу сказать, не очень-то дружелюбно. Что это такое? На министре Доту сложно быть дружелюбным, потому что Трамп на него просто пообзывался. Он же, сказать, его назвал, как он назвал, слабым и хитрым, как-то, так это обозвал. Ну, то есть, с Канадой вообще-то ситуация сложная, потому что дело может дойти до торговой войны. И сейчас вот в Канаде начинается движение за бойкот американских товаров, за бойкот поездок в США, потому что у канадцев много было, в Афганске тоже поживет в програничных регионах, много людей постоянно ездили в США. доиграться до таких отношений с Канадой надо было уметь. Ну, так сказать, здесь с другой стороны, а с другой стороны, а что он может сделать? Ему же надо показывать, что он борется за возвращение рабочих мест. Рабочие места на том же среднем западе американские не часто уехали в Канаду, потому что благодаря соглашению НАФТО о свободной торговле в Северной Америке выгоднее производить изделия из дерева, все вот эти строительные материалы из дерева в Канаде, чем в США. И выгоднее импортировать из Канады, чем, так сказать, заниматься собственным производством. То есть и так не только деревообрабатывающие промышленности, ему понятно, что возможно, скорее всего, эти рабочие места не вернут. Пока мы не увидели никакого, так сказать, прогресса в возвращении рабочих мест, хотя американская экономика находится в хорошем состоянии. Но и безработица на минимуме за последние 18 лет, вот я читала последние. она находится в хорошем состоянии, экономический рост, низкая безработица, но он же обещал вернуть места в промышленность, пока это не сильно получается, пока речь идет о каких-то сотнях тысячах места, а не миллионах, как он обещал. Но ему же надо показывать, что он это делает. Вот он обещал и он делает. Он не то, что, так сказать, пообещал и забыл, чем отличается получается американская политическая система наглядно мы видим от украинской России. Человек во время избирательной кампании пообещал и вдруг неожиданно начинает выполнять обиджи. По крайней мере, делает вид, что он это выполняет изо всех сил. Что касается европейцев, то у него же совершенно концепция не предусматривающая, да, он как человек, являющий сторонник концепции мир через посредством силы, ему, так сказать, все эти ценности общие с Европой, пространство и так далее, это совершенно все равно. Ему, наоборот, надо показать, опять-таки, в том числе своим избирателям, что вот эти вот ребята, они от нас больше ничего не получат, потому что он обвинял все предыдущие администрации в том, что они слишком много и слишком, так сказать, на льготных условиях предоставляли Европе и в экономической, и в политической сфере. Поэтому для него вот этот вот шаг, он, ну, вполне естественный. Что касается России, тут не надо преувеличивать, конечно, серьезность намерений, ему надо, он просто пугает, показывает, что и без вас, так сказать, есть с кем дружить. А, то есть вот, оказывается, что это означает. Да, вот, мы не будем, то есть никаких, мы же видим, никакими шагами в сторону России это не сопровождало. Наоборот, были такие символические санкции. Санкции, конечно, да. против новых российских корпораций, они не сильно, так сказать, являются какими-то с экономической точки зрения значимыми, но они такие символические, да, что на самом деле никакого сближения нет, ничего, ничего нет. Реального, да. Но есть такое, что если вы не хотите со мной дружить, я могу найти себе друзей вот по всему миру завтра. Вот мне будет с кем дружить, и возможно сказать, вам мои новые друзья не очень понравятся. Ну вот уже есть один друг Ким, может появиться другие друзья, и европейцы должны это учитывать. То есть европейцы такой сдерживающий Европе, чтобы ставить какие-то рамки, потому что понятно, что Европа не может пойти на открытый разрушитель. и вообще как-то на какое-то серьезное такое обострение отношений. Несмотря на экономические претензии. Вот Дмитрий, вы сказали, что Европа занимает единую позицию по отношению к России. Вот в этом контексте я хотела бы спросить Италия, не знаю, может быть Астрия, может быть Венгрия. Вот процесс принятия решения о продолжении санкций против России. Вот у нас было интервью с Майклом Макфолом, это было где-то месяц назад, и он уже тогда опасался, что санкции могут быть послаблены или отменены. А сейчас говорили, что приходят новые люди в правительство Италии и так далее. Не кажется ли вам, что здесь Россия имеет неплохое поле для игры и может надеяться на послабление по крайней мере санкций? Нет, ослабление санкций возможно, почему нет? Я им когда имел единую позицию, я имел в виду, что никто не собирается признавать Крым, никто не собирается выходить из нынешнего режима санкций существующего. То есть вполне возможно, что санкции будут несколько ослаблены. Правда, это пока наше предположение, потому что всегда накануне нового витка усиления санкций или когда встает вопрос о продолжении, то всегда страны, которые связаны с Россией тесными экономическими отношениями, как Австрия и Италия, начинают говорить, что и Венгрия, и Чехия начинают говорить, что мы против. Правда, голосуют они всегда вместе с остальными странами Евросоюза. Еще ни разу не было, чтобы голосование сорвалось за эти четыре года. Но каждый раз возникают страны, у которых есть особое отношение с Россией. Понятно, что для Австрии экономические отношения с Россией, с Советским Союзом является краевольным камнем, который обеспечивает место Австрии в мировой торговле и место Австрии в мировой экономической системе. Ну и опять-таки это же у нас следовало не только России, в Украине тоже были особые отношения с Австрией. И кредитовали, так сказать, и держали деньги, все же они в Австрии держали. Вот я имею в виду руководство предыдущих. Про нынешние, я не знаю, вот предыдущие, они же все были тесно связаны с Австрией, начиная с Леонида Даниловича. И понятно, что Австрия как крупнейший газовый нефтяной, они ведущие из которых проходят транспортные магистральные системы трубопроводов, они, конечно, заинтересованы в том, чтобы показать Российскому руководству, что мы все-таки занимаем особую позицию, тем более, что опять-таки Курцу это надо и с внутриполитической точки зрения, потому что его избиратели как раз выступают за особые отношения с Россией. Но это не факт, что опять-таки говорят, что Австрия будет именно так голосовать. Но даже как бы ни проголосовала Австрия или тем более Венгрия, никто не собирается признавать Крым, никто не собирается выходить из режима санкций, никто не собирается говорить, что Россия должна что-то там получить сверх того, что это смотрит на Минске соглашение. Вот Дмитрий, вот смотрите, ожил нормандский формат. После длительной паузы наконец-то встретились министры иностранных дел нормандского формата. И вот как вы думаете, какова теперь судьба военных действий на Донбассе? Потому что есть ли у Трампа сложные отношения с Европой? А у Украины есть тоже определенные сложности с европейскими странами связанные с Северным потоком 2. вот как вы думаете, сохранится ли вот эта ось? скажем там Волкер Сурков, тем более что Сурков сохранил свою позицию. Я так понимаю, что он продолжен заниматься Донбассом, несмотря на все инсинуации, которые вокруг этого вопроса долго велись. Несмотря на попытки отобрать у него эти полномочия. Да, вы расскажете об этом, это интересно. Так вот, как вы думаете, Россия или Европа Россия и вот Украина здесь где-то между или как это все будет происходить? Как вам кажется? Здесь во-первых все очень сильно зависит от ситуации в Сирии. В Сирии? Почему? То есть в Сирии, потому что от России сейчас фактически требуют Дмитрий, вы пропали куда-то ненадолго. Да, от России требуют в голове. Требуют дистанцироваться от Ирана. Особенно это вот сейчас видите начался новый всплеск конфликта в Йемене. Саудовская Аравия, точнее коалиция которая возглавляет Саудовская Аравия, а воюет там, как я понимаю в основном суданские подразделения наземные, начало наступление на крупнейший порт в Йемене Хадейду для того, чтобы прервать сообщения хуситов с Ираном, который их поддерживает как своих шиитских диноверцев. И таким образом идет прямое обострение шиитско-сунницкого конфликта и в этой ситуации для Саудовской Аравии, которая является стратегическим союзником США и как раз таки тем союзником, которого Трамп демонстративно поддерживает на протяжении всего этого времени, очень важно, чтобы сейчас минимизировать влияние Ирана в регионе. От этого зависит успех военной операции, на которой очень много поставлено, потому что если эта военная операция превратится в новый катастрофический гуманитарный кризис, она вполне может превратиться, потому что Саудовская Аравия отрежет просто снабжение, которое идет по морю и продовольствием, и медикаментами, и если эти бои затянутся, соответственно начнется и голод, и эпидемия в Йемене, где, в общем-то, и так люди голодают. Но то есть для Саудовской Аравии важно, чтобы сейчас Иран минимизировался. Что для этого? Путин не раз уже заявлял о том, что из Сирии должны выйти все иностранные войска. И это, как мы понимаем, относится прежде всего к Ирану. Трамп, он, так сказать, не против того, чтобы выйти в любой момент, но это относится прежде всего к Ирану. То есть если Россия будет на этом настаивать на выводе в Кубинской Сирии, если займет, как предполагает, что Россию вынудят или попросят занять какие-то территории на границе с Сирией и Израилем, чтобы гарантировать Израилю безопасность и прервать каналы связи между Ираном и Хизбаллой в Ливане, и вообще, так сказать, если Россия начнет выдавливать иранские подразделения из Сирии, это будет одна ситуация. И в этой ситуации, конечно, России будет намного проще разговаривать и с Европой, и с США. В первую очередь, США, но и европейские страны тоже заинтересованы в том, чтобы влияние Ирана снизить в регионе. Прежде всего, потому, чтобы не возникало опасности конфликта. В меньшей степени, конечно, чем США, но тоже, так сказать, это сильно сыграет в пользу России в взаимоотношении со всеми западными державами, если Россия дистанцирует с Ираном. Но, с точки зрения отношений с Ираном, конечно, с точки зрения восприятия России как возможного союзника и партнера, это будет катастрофой. Поэтому, решиться ли Россия на такой шаг, это непонятно. Если она не решится, то рано или поздно, конечно, американцы начнут относиться к России не как к потенциальному союзнику в сдерживании Ирана, а как не к противнику, конечно, но как в такой стране, которая скорее представляет препятствие решения этой проблемы. Представляет препятствие решения этой проблемы. И здесь, так сказать, это возможно обострение американского влияния на решение украинской проблемы, чтобы не допустить, и заставить Россию быть как-то в сдержании в силе в своем сотрудничестве с Ираном. То есть США не очень хотят заниматься решением украинской проблемы. И формат Сурков-Фолкера страдает не от того, что они не могут договориться, а от того, что США не очень заинтересованы в том, чтобы они быстрее договаривались, потому что есть множество других проблем и множество других. И с этим связано оживление нормандского формата, что Европа как раз заинтересована ближайшим скорейшему регулированию украинской проблемы, но Европа тоже не может идти на уступки России, потому что в Минске договоренности обозначили пределы уступок, а то, что хочет Россия за пределы Минской договоренности, то есть фактического сохранения политического влияния в Украине непонятно какими условиями, это лежит за пределами этих поступков. И Путин же опять про это сказал, что нам важно, чтобы наша позиция по Украине учитывалась в интервью в австрийском телеканале. То есть если говорить коротко, то если Россия дистанцируется от Ирана, то тогда вполне возможно, что она быстрее придет к соглашению ее устраивающему по Украине, и в этом случае США будут содействовать в достижении такого соглашения. То есть будут более гибкими, да? Более гибкими и будут больше давить на Европу, чтобы побудить ее к принятию российской позиции по некоторым вопросам. Если Россия не дистанцируется от Ирана, то тогда в перспективе возможно усиление американского вмительства с целью наоборот сохранения более жесткой позиции, а в нынешней ситуации, при сохранении нынешних тенденций, то есть пока это решение не принято, пока в Сирии ситуация остается неопределенной, будет расти значимость европейского формата, потому что европейцы это единственная может быть сейчас сторона, которая заинтересована в скорейшем урегулии. Дмитрий, немного о внутриполитической ситуации в Украине, потому что тоже связанной с Россией, потому что история с журналистом Бабченко на самом деле очень странная, трагичная и во многом непонятная. Вот как вам представляется, что это такое и действительно ли могло так случиться, чтобы Россия могла до осени готовить целую серию террористических актов в Украине, по последним данным 60 человек уже должны были быть убиты до осени. Причем это журналисты, лидеры общественных мнений, неважно их принадлежности к разным средствам массовой информации и так далее, к разным позициям, но тем не менее это огромное количество людей. Ну, знаете, хочу сказать следующее, что настолько разорвано информационное пространство российское и информационное пространство украинское, ну, и силами, конечно, России в основном, потому что позиция украинских смен в России совершенно неизвестна. Еще и просто потому, что с ними физически тяжело ознакомиться. А просто нельзя зайти на сайты или как, Дмитрий, почему нельзя? Ну, они же блокируются Роскомнадзором. То есть все основные украинские СМИ блокируются Роскомнадзором. То есть узнать, что там происходит, вы можете только, если вы обходите эти блокировки. Понятно, что это делает, наверное, один из тысячи, потому что кому это сказать, потому что это тем более, что не находится в каком-то в каких-то верхних строчках повестки дня информационной, поэтому люди просто даже и не представляют, что там этим можно интересовать. То есть я поэтому думаю, что если бы брать с информационной точки зрения, то России надо показывать, что Украина опасное государство, которое управляется слабыми людьми, полностью зависящими от нацистов, эти нацисты постоянно бесчувствуют, они творят бог знает что, но с этой точки зрения гораздо эффектнее смотрятся акции какие-то. То есть вышли три чайка с флагом каким-нибудь немалопонятным, их показывают по всем каналам в течение достаточно долгого времени. Потому что вот они бесчувствуют. А убийства как? Кто-то убил, тем более массовые убийства, тем более разные журналисты. Если там были только пророссийские журналисты, я бы понял эту логику, но там журналисты, которые известны своим плохим отношением к России, а Россия это зачем? Я не понимаю логики, которая могла стоять в составлении такого списка. Более того, я не понимаю логики украинских спецслужб, которые говорят, что этот список подлинный и настоящий. Как это сказать? Мы видим случайное сочетание фамилий из разных политических лагерей, людей, которые совершенно не совпадают по взглядам, друг к другу не знакомы, никаких отношений не поддерживают. Они все убиваются, и что происходит? Россия полностью контролирует информационный поток, связанный с Украиной. Что вы имеете в виду? Это очень серьезное замешание. Внутри страны. Внутри России имеется в виду? Внутри России, да. Я говорю, что за пределами России очень мало интересует Россия. интересует позиция массового российского интернет-пользователя, зрителя относительно Украины. Она полностью контролируется. Украина предстоит как государство, которое пришли класть люди враждебные России, которые проводят террористическую политику по отношению к собственному населению и вообще оказались в зависимости от нацистов. И этот сигнал настолько устойчивый и настолько автоматически воспроизводится всеми медиа, работающими с властью, что усилий дополнительно прилагать для этого совершенно не надо. Ну что ж, тогда, к сожалению, на этом мы, наверное, прерываем наш прямой эфир. Мы попытаемся за кадром еще раз дозвониться Дмитрию и, возможно, потом вам сможем выложить целостное интервью. В любом случае, спасибо вам огромное, извините за наши технические сложности. Это был Украин.